Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева, Черкесия. С вами Карча Беджиев. Возможность повысить квалификацию поделится педагогическим опытом. В 19-й гимназии Черкесска прошел семинар совещания. Вне ведомственной охраны. В нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии Фатима Даурова расскажет о работе универсальных солдат. О том, как получается мед и почему пчеловодство является творческой профессией, о пчеловоде с большим стажем в нашей репортаже. Сегодня в 18 часов в Черкесске торжественно откроют обновленный стадион «Нарт». Торжественное открытие крупнейшего стадиона в регионе пройдет с участием главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова. Программа открытия начнется с парада известных спортсменов, зажжения Чаши Победы и массового флешмоба. Ну а главным событием станет товарищеский матч между ветеранами футбольных клубов «Спартак» и «Нарт». Так что поклонники футбола вечером на стадионе «Нарт» вас ждет очень интересная игра. Вход свободный. Карачева-Черкесии празднованию столетия со дня образования республики открыли новый сквер. Зона отдыха появилась на проспекте Ленина в республиканской столице. Власти благоустроили именно ту территорию, которую выбрали сами жители города. В рамках голосования в прошлом году глава Карачева-Черкесии выразил уверенность, что сквер полюбится как молодежи, так и старшему поколению. Хочется, чтобы он стал не просто местом отдыха, но и площадкой для музыкантов, художников и артистов, творческих людей, которые своим искусством будут делать еще приятнее и интереснее досуг жителей и гостей города, отметил Рашид Темрезов. В ходе работ в сквере уложили новую плитку, установили новое освещение и современные скамейки. Кроме того, на территории обустроили зеленые зоны и разбили цветники. Возможно повысить квалификацию и поделиться педагогическим опытом 19-й гимназии Черкеска прошел семинар совещания воспитания как стратегический национальный приоритет современной воспитания между глобальными вызовами и локальной практикой. О целях и задачах традиционного августовского совещания подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Такие площадки позволяют получить новые знания и, что самое главное, делиться педагогическим опытом. В ходе семинара совещания педагоги обсуждали актуальные вопросы обучения детей, а также особое внимание уделили теме воспитания между глобальными вызовами и локальной практикой. Заместитель министра образования и науки Карачаева Черкесии Лейла Атаева отметила важность проведения подобных мероприятий, где учителя смогут ознакомиться с успешными практиками в сфере образования. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Это возможность для каждого учителя нашей страны повысить собственную квалификацию, расширить горизонты своего профессионального роста. Современному российскому обществу нужны школы, которые не просто дают знания. Нам нужны школы, которые готовят социально активную личность с широким кругозором и высокой внутренней культурой. После чего заместитель министра образования и науки Республики Лейла Атаева вручила почетные грамоты Министерства просвещения России именно образования Карачаева Черкесии учителям, добившихся высоких результатов в работе. В свою очередь представители мэрии Черкесии отметили, что подобные семинары, совещания – это возможность наглядно представить свой педагогический опыт. Одной из приоритетных задач нового учебного года является сфера воспитания. Работа в новом учебном году будет включать мероприятия, направленные на развитие личностных качеств детей, важными составляющими которых неоспоримой является любовь к своей родине, стране, сохранение духовно-нравственных ценностей и ответственность за состояние и укрепление своей страны. На семинаре были обсуждены такие темы, как деятельность классного руководителя по обновленному ФГОС, наставничество в школе, раскрытие лидерских качеств и потенциал учащихся, использование государственных символов России в обучении и воспитании. Здесь учителя смогут разработать новые методы в обучении детей, уверены представители отдела образования республиканской столицы. Развитие образования, патриотическое воспитание подрастающего поколения является важной составляющей вектора развития нашего государства. Воспитание всесторонне развитых молодых людей во многом лежит на ваших плечах. Сегодня в ходе работы секции будут определены направления на следующий учебный год. Поставлены задачи для непрерывного профессионального развития педагогических работников. Также учителя выступили с различными докладами, связанными с деятельностью классного руководства, воспитанию детей со соблюдением современных требований обучения. Воспитательный аспект не может более рассматриваться в отрыве от деятельности обучения. История культур, достигших высокого уровня своего развития, показывает, что воспитание и обучение являли собой именно взаимосвязанный процесс. Поэтому государство заинтересовано в неуклонном развитии сферы образования, так как с этим напрямую связаны не только вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, но и успешное развитие современной экономики, социальное благополучие нации, а также состояние нашей национальной безопасности. После пленарной части работа семинар-совещания продолжилась на секционных площадках, где учителя обменялись методами и практиками успешного обучения. Анатолий Пшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Вне ведомственной охраны. У большинства эти слова ассоциируются с надежной защитой имущества, квартир, домов, дач, а также магазинов, офисов различных учреждений. В нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии Фатима Даурова расскажет о работе универсальных солдат вне ведомственной охраны Зеленчугского района, которые привыкли по роду службы оперативно и, главное, эффективно действовать по ситуации. В отделе вне ведомственной охраны два движущих органа – Центр оперативного управления. Здесь принимают вызовы и группы задержания, которые осуществляют патрулирование улиц. Перед тем, как заступить на смену, сотрудники группы получают личное табельное оружие, бронежилеты, резиновые дубинки, каски, наручники и проходят специальный инструктаж, в ходе которого зачитываются ориентировки и обозначаются преступления, произошедшие за последние сутки. Ходясь на маршруте патрулирования, получав сигнал тревоги с охраняемого объекта, мы выдвигаемся кратчайшим путем, не нарушая правил дорожного движения, прибываем на срабатываемый объект, докладываем место старта, откуда мы начинаем движение. На охраняемом объекте ведем осмотр объекта, что произошло там. Охрана общественного порядка у нас в задачи входят, охрана объектов, пропускной режим, в случае сработки на места КЗ, ПЦО, чтобы приехали вовремя, не нарушая правила дорожного движения. Вовремя это сколько? Сколько времени занимает? Вот сработало? Там смотря где сработало, в кратчайшие сроки, то есть кратчайшие, не нарушая правила дорожного движения. Там определенно не сказано, сколько. Ну как, в среднем у вас сколько получается? Три минуты по району, от трех до пяти минут. После инструктажа сотрудники в полной боевой готовности направляются к служебной машине. От обычных гражданских автомобилей снаружи их отличают лишь специальные номера, полосы по бокам и мигалки на крыше, а внутри только наличие рации. Сегодня по плану проходит учебная тренировка по отработке сигнала тревога на охраняемом объекте. 23 на связи. Гагарина, 126, ГТС. Время отработки 11.43. Принял место старта, Гагарина, 61. Сигнал по рации принят, и патруль выезжает на указанное место. С соблюдением всех правил ПДД он должен добраться до условного места происшествия как можно быстрее. В ходе таких тренировок происходит практическая отработка порядка действия групп задержания при осмотре охраняемых объектов. Одним из таких вот уже как три года является магазин хостоваров. Его хозяин Магомед Шедаков высоко оценил оперативность сотрудников неведомственной охраны и их профессионализм. Три случая было. Первый случай – сын забыл снять с пульта и открыл магазин. Пока он вторую дверь открыл, они уже здесь стояли. Это уже благодарность. Второй случай – ночью. Я не знаю, тут живность какая-то, видимо, ходила. Моментально срабатывает и приезжает. В неведомственная охрана – уникальная государственная служба, у которой с каждым разом пополняется число желающих пользоваться её услугами. Попасть под её защиту стремятся не только юридические лица, но и обычные граждане. На территории Карачаево-Черкесской республики находятся 8 филиалов отдела неведомственной охраны. Это ООО по городу Черкесску, наиболее крупный филиал. На территории обслуживания данных филиалов сотрудниками групп задержания пресекаются административные правонарушения и преступления, как в ходе выезда по сигналам срабатывания, так же в ходе несения службы по охране общественного порядка. Кроме того, сотрудники медицинской охраны Росгвардии принимают участие по заявкам ОМВД в охране общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территории республики. За истекший период текущего года на территории обслуживания ФУГКУ УВНГ России по КЧР пражды сохраняемых объектов не допущены. Вот таким образом проходят будни стражей правопорядка. Фатима Даурова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Любишь медок, люби холодок. Али Узденов из Аула Псыш занимается пчеловодством на протяжении 30 лет. О том, как получается мед и почему пчеловодство является творческой профессией, расскажет Али Баташев. Вот это вот расплод печатный. Вот это уже мед. Идет хороший медосбор с разнотравья, подсолнечник рядышком цветет. Вот оно расплод, закрытый. Вот тут рядышком он открытый. Каждый год вкус меда разный, говорит Али Узденов. Это зависит от вида трав и растений, с которых идет медосбор. Впервые пасечник заинтересовался пчелами в 1984 году, когда увидел пасеку отца-одноклассника и попробовал только что собранный мед. Мечтая стать профессиональным пчеловодом, Али Узденов поступил в училище, а затем на работу в Джиганасский пчелосовхоз. Затем продолжил обучение в Московском институте на зооинженера по пчеловодству. В 90-е годы пчелосовхоз закрылся, и Али Узденов стал заниматься пчеловодством дома. И до сих пор не перестает восхищаться пчелами. За трудолюбие, за непоколебимое желание жить. Срок у них короткий, 35-45 дней живет пчелка. За это время она меняет десятки профессий внутриулевых и полевых работ. Большинство насекомых в пасеке – это серая горная кавказская порода пчел. Их отличительной чертой является то, что они открывают сезон медосбора раньше и заканчивают работу позднее. Спокойно переносят низкие температуры. Благодаря длинному хоботку они являются отличными опылителями бобовых культур и клевера. Для Али Узденова пчеловодство – это отдых, сопряженный с трудозатратами. На каждую пчелосемью нужно изготовить минимум 30 рамок. Их надо сначала сделать, я их делаю в птическе сад, тоже дома. Сделать, потом сбить, натянуть проволоку. И уже на эту проволоку навачивается овощина. И это очень занимает очень много времени. Вот если зимой все это не подготовить, весной у тебя все время уходит на это. Если у тебя все готово, ты должен только заниматься за контролем медосбора, за пчелой и откачкой. Очень тоже тяжелый труд. Пчеловод – творческая профессия. Достаточно просто посмотреть на вагон с встроенными ульями, чтобы в этом убедиться. Здесь обитает 36 пчелосемей, которые каждый год радуют хозяина ароматным медом. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!